Друзья, всем привет, с вами канал Будда Гришна, но известно, что народный артист, он до сих пор народный артист России, вдумайтесь на секундочку. Назаров, Дмитрий Назаров, который говорил, что патриоты России, это боты, блюющие по методичке, уехал в Израиль, и они там сделали с женой, значит, цикл спектаклей под названием «Держава на бекрень», «Жалкие объедки», он говорит, у вас в тарелках, ну то есть не скупиться на слова, чтобы полить грязью россиян и нашу родину, его родину не могу сказать. Так вот, его жена неожиданно пожаловалась на жизнь в Израиле, нас выдавили из России и разлучились с детьми, говорит она. Вот что пишут СМИ, сейчас они строят свою карьеру в Израиле, известно, что их первые выступления запланированы в марте, однако дела, видимо, идут не совсем хорошо так, как в России. Ольга Васильева поделилась переживанием, ее с мужем лишили работы и перспектив на родине, однако артистка надеется, что они смогут повторить успех и завоевать признание зрителей. Ну, естественно, конечно, все вы завоеваете признание зрителей. Там зрителей столько нет, сколько вас уже туда уехало. Нынешний режим выдавил нас из России, говорит она, припугнув и отобрав возможность продолжать заниматься любимым делом и зарабатывать на жизнь. Но перед нами весь мир, и он улыбается нам, открывая свои объятия, пишет 55-летняя актриса. Также Васильева переживает расставание с детьми, которых она не может увидеть. Нас разлучили с детьми, говорит она. Это было ударом, родители не могут с каникул вернуться домой. Но гордость чад за нас поможет пережить им боль и разлуки, я в это верю. И пса нашего они будут выгуливать. Друзья, вы знаете, после всего того, что наговорил Назаров, даже если действительно их кто-то припугнул и выдавил, это самое мягкое, что с ними могло случиться. Сомневаюсь, что их кто-то припугивал и выдавливал, потому что они никому не нужны, чтобы их пугать и выдавливать. Просто-напросто их просили из театра за их высказывания, потому что театр не хотел связываться. И они теперь на этом всем делают политическую повестку. Они никому не нужны, чтобы с ними кого-то там их припугивать или что-то. Он сколько здесь жил, столько и поливал грязью России, сколько хотел, пока они сами не решили уехать в Израиль. Вот и все. И делать из этого теперь какую-то такую, ну, в политическую плоскость это переводить, это для них им на руку. Потому что выслуживаясь перед заокеанскими хозяевами, они там получат шекель за это. Понимаете, возможно. Но сомневаюсь, что кому-то они были нужны. А вообще, конечно, после всех этих заявлений, еще раз скажу, то, что он уехал, что они в Израиле, это самое мягкое, что могло с ними случиться. Друзья, что думаете на сей счет? Пишите в комментариях. С вами был Будда Гришна. Подписывайтесь на канал, кому интересно. Ссылочка к закрепленному в комментариях в описании к видео для поддержки канала. Кому нравятся мои ролики, можете поддержать канал Будда Гришна. Подписывайтесь на мой телеграм-канал Будда Гришна Новости. Новости в формате 24 на 7. Плюс мои ролики на вас социальные и политические темы. Друзья, здесь на YouTube есть канал. Он тоже называется Будда Гришна Новости. Он резервный, запасной. Подпишитесь, что мы с вами просто не потерялись в случае чего. Успехов, здоровья, всем пока. До встречи.